Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, политический и экономический аналитик Александр Кочетков сегодня вместе с нами. Александр, здравствуйте и рад вас видеть. Взаимно. Александр, я думаю, что сейчас многие с осторожным оптимизмом воспринимают промежуточные итоги, результаты визита Владимира Зеленского в Швецию, Данию, Нидерланды. Речь пойдет о поставках истребителей F-16. Известно о том, что Дания передает определенное количество этих истребителей. Первые шесть истребителей Дания надеются передать Украине под Новый год. Еще восемь в течение 2024 следующего года, а в 2025 году планируют еще пять. Нидерланды поставят Украине 42 истребителей F-16, после того украинские пилоты и инженеры пройдут соответствующее обучение. Об этом лично сказал Зеленский. И я понимаю, что сейчас начнут формировать образ панацеи из этих истребителей F-16, мол, они смогут переломить ход этой войны. Но военную составляющую давайте оставим в стороне, поговорим о политической. Потому что на протяжении последних нескольких недель западная пресса чуть ли не каждый день писала о том, что контрнаступление, результата нет, все плохо, садитесь за стол переговоров. Тут еще Сарказий выдал о необходимости проведения повторного референдума в Крыму, да и не только на территории Крымского полуострова. А тут принято решение. Вот с точки зрения политики, политологии, той же геополитики. О чем это свидетельствует? Интересно услышать ваши мысли. Вот вопрос на диссертацию вводит. Сейчас попробую по порядку. Между прочим, обратите внимание, про F-16 эпопея очень похожа, как было с танками. Вот леопарды, там Абрамсы, Челленджеры. И вот тут у нас раз и перелом на фронте автоматизм. Но их очень медленно, очень дозировано. И очень по чуть-чуть все это происходило с кучей бюрократических процедур, проволочек и так далее. Точно копейка в копейку возвращается вся та же ситуация в отношении самолетов. Обратите внимание, что Нидерланды дают больше всех, типа по плану 42. Но я это автоматически связываю с тем, что самое большое количество граждан Нидерландов, Малайзия и Нидерланды погибли в печально известном лице МС-16. То есть никто ничего не забыл. И Россия свою ответку получит. По отношению поставок самолета я в первую очередь ожидаю шведские Гриппены. И потому что это шведский самолет. И вот Швеции проще решить эту проблему. Она значительно меньше скована всякими обязательствами. Там Соединенные Штаты дают, не дают разрешение. НАТО, все эти дела. Нидерланды и прочие страны что-то новое должны поставить. А когда поставить, неизвестно. А вот Швеция способна решить эту проблему достаточно быстро. Она не зависит еще настолько от всей этой системы НАТО. Ну это очень хороший, подходящий нам многоцелевой истребитель. Он может быть и рассветчиком, и бандеровщиком, и штурмовиком, и перехватчиком. И он таки несет эти шведско-немецкие ракеты «Таурус» замечательные. Как раз он под них, ракеты под него создавались. Тут проблему можно решить быстрее. Он неприхотлив, не так требует к взлетно-посадочным полосам, к обслуживанию. Дешевое обслуживание. В принципе он простой. Хотя и четвертого поколения, но он простой. В эксплуатации способен взлетать буквально с наших автомагистралей. В отличие от Ф-16, которому надо хорошо подготовить аэродром. При этом 50 самолетов современных натовских могут серьезным образом перекрыть небо над Украиной. Это облегчит, кстати сказать, сбивание пока еще толком не сбиваемых ракет Х-22 из авианосцев. Поскольку они их будут перехватывать на большом расстоянии от цели в воздухе. А там у него у этой ракеты огромный такой сноб огня. Там двигатель очень мощный. Ее легко засекает любая типовая головка самонавидения любой ракеты. То есть их сбивать таки сможем. Но панацеи не будет. Не помогут эти самолеты решительным образом продвинуться через минные поля. И четыре линии обороны, которые наградили после наших анонсов о наступлении, которые наградили агрессор. Мы предупредили о том, что мы будем наступать. Мы их напугали. Они такие испугались. И они такие нарыли всего вот этого вместе. Что принципиально важно понимать самолетами, бронтехниками, снарядами и все прочее и так далее и так далее. В любом военном противостоянии всегда есть ястребы. Это те, которые максимальное применение сил. Быстенько разобьем врага. Максимально ударим так, чтобы он, так сказать, не оправился. И есть голуби. Те, которые идти по мирам. Давайте договариваться. Вот не надо. А вот в нашей ситуации, в нашей, так сказать, ситуации с агрессией, которую развязала Россия, есть еще один вид такой пернатых политиков. Это я их назвал совы. Совы, которые считают себя очень мудрыми. Вот они бегают с этими круглыми совинными глазами и верещат. А что мы будем делать, если Украина быстренько разгромит? Мы предоставим все необходимое. Украина быстренько разгромит Россию. А мы совершенно не готовы. В России начнется распад. Ядерное оружие окажется в руках Пригожиных и Кадыровых. И это ужас, ужас, ужас. И непонятно. А вот давайте, пока мы не придумали, что с этим делать, то мы Украину будем придерживать. Эти слова во многом, они не то чтобы определяют ситуацию мировую, но серьезно и могут влиять. Ястребы и голуби друг друга уравновешивают. И вот некоторое количество этих осторожных, в кавычках, мудрых сов, вот они как раз работают на сдерживание ситуации. И все, что нам необходимо, дают долго и мало. Война – массовость. Война – массовость. Они там рассуждают, сейчас мы удаляем в несколько раз количество боеприпасов и будем там производить миллион боеприпасов в год, к примеру. А нам надо миллион в месяц. Страшная война с колоссальным расходованием всей техники боеприпасов, любого оружия, людей, к сожалению, тоже. Вот тут никак не может раздуплиться мир, что война страшная, война в центре Европы. Те подходы, которые раньше казались там нелепо абсурдными, что надо производиться миллионными партиями, вот они вернулись, а к этому мир оказался не очень готов. Александр, по поводу сов и мира, который все никак не может раздуплиться, как вы высказались, вот эти совы, они формируют свои те или иные суждения на основе фактора грядущих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? Нет, здесь это скорее ближе к экспертному сообществу, которым все равно экспертное сообщество тех же Соединенных Штатов и других странах, которые признаны себя цивилизованными, не зависит от того, что поменялась власть, они все равно остаются в цене, в авторитете, поскольку они экспертны. Вообще западная цивилизация достигает успеха, потому что она экспертная цивилизация, и там профессор, облеченный, так сказать, знаниями, диссертацией и известностью, может сказать президенту, молчи и слушай, что я тебе говорю, поскольку я специалист, а ты нет, ты должен меня выслушать, а потом принимай решение сам на основании того, что я сказал. И там президент затыкается и слушает профессора. Так вот эти профессора, как раз они мудрые совы, они говорят, что пока нет алгоритма контролируемого распада России, или там купирования этого распада, ну управление этой ситуацией, пока его нет алгоритма, форсировать разгром России нельзя. Ну политики и слушают. Голуби просто хотят договориться с Россией, просто хотят. Без всяких там сценариев и опасений. Давайте договариваться, война это плохо, война это убытки, война это жертвы, давайте просто договариваться. Ястреба надо агрессора поставить на место, иначе он будет возобновлять свою агрессию и попрет уже на нас. Это понятно, две позиции. Ястребов и голубей, да. А вот позиция экспертного, мудрого сообщества, пока мы мудрые, но тупые, не можем придумать, как поступать дальше, и утвердить этот алгоритм, да. Давайте всех коней придержим. Нелепейшая позиция, потому что все равно ситуация будет диктоваться на поле боя, на фронте. Все это динамично, все это непредсказуемо. И то, что будет происходить в России, непредсказуемо вдвойне. И Россия действительно непредсказуемая страна. И даже, так сказать, Большая Россия, Советский Союз, рухнул, ну, абсолютно внезапно для всех окружающих стран, которые подготавливали обрушение Советского Союза. При этом, по факту сработав, отреагировав на произошедшее, ну, того же избежать распространения ядерного оружия. Это в конечном итоге. То есть здесь вот эти страхи СОВ существенным образом преувеличены. Это такая выжидательная позиция. Ничего не делаем, все останавливаем. Свойственное людям возрастным, безинициативным и опасливым. О происходящем в России мы обязательно с вами поговорим. А по поводу, ну, скажем так, вот этого противостояния птичек и ястреби, и голуби, и сов, пальму первенства, на ваш взгляд, вот кто сейчас удерживает на сей момент? Они, их позиции являются производные подходящего на фронте. При этом специалистов военных вопросов среди всех этих политических пернатов крайне мало. При этом те, которые разбираются, с одной стороны, военных действий, с другой стороны, соображают немножко ближе к пониманию, что такое Россия, с ее инфернальной иррациональной сущностью, с ее походом в прошлое, то есть в средневековье, и с ее, так сказать, пребыванием в каком-то динамическом равновесии только в случае, когда она ведет какую-то агрессию против внешней окружения, против своего народа, но обязательно агрессия является неизменным условием существования вот подобной, направленной в прошлое империи. Так вот, те, которые это дело понимают, они находятся в кругу ястребов, в кругу голубей находятся, в принципе, эти гуманисты, сферические гуманисты в вакууме говорят, что воевать надо прекращать за все хорошее против всего плохого. Честно говоря, я вот еще раз сформулирую, позиции ястребов и голубей, они уравновешены. И так оно потихоньку двигалось своим чередом, они уравновешены. С голубями ястребы договорились с голубями, что мы обеспечим не поглощение России и Украины, не завоевание Украины. И там, конечно, в конце какие-то переговоры, о которых вы голубей мечтаете, без которых жить не можете, поскольку это сущность европейской цивилизации, постреляли и тут же начали договариваться. И у них война, продолжение политики, продолжение торговли. Вот так, собственно говоря, два раза стрельнули, и тут же переговоры, продолжение политики. Для России, наоборот, для нее война на первом месте, а политика на втором. То есть для нее политика продолжения войны. Так вот, эти позиции были вравновешены до тех пор, пока не были, не были услышаны голоса этих фиксов, которые говорят, что победа Украины может оказаться еще опаснее, чем ее проймеж. Александр, а если говорить так, достаточно откровенно, украинская власть в лице Владимира Зеленского, если судить по конкретным делам, по конкретным действиям, скажите, пожалуйста, вот в стае какого вида птиц находится? Наша власть декларирует нахождение в стае ястребов, и, в общем-то, находение воинственной, так сказать, стаи диктует ситуация политического выживания. Они, наше руководство, наша власть, настолько наэкторизовала общество ожиданием победы. С одной стороны, агрессия – это ужас, это гнев, это ненависть, это ярость. Это общество, так сказать, нацелило на ведение боевых действий, защиту страны, защиту своей земли, защиту своих родных и близких, а наша власть супероптимистична, неоправданно оптимистична, еще понарисовывая победу, грядущую победу, очень близкую. Я напомню, что наши многие политические деятели обещали, что уже весной войдет в Крейм, потом летом обещали, что я туда войдет в Крейм. Я смотрю на все это дело с ужасом. Ребята, а как же вы собираетесь отвечать за базар? Я извиняюсь, да? Ну, в общем-то, выяснилось, что никак. Так мы будем там раздувать всякие другие скандалы. То есть, Александр, так как базар никто не фильтровал, отвечать не придется? Нет, вот они переключают на всякие другие. Вынужденно, вынужденно в риторике наша власть по главе с Владимиром Зеленским находится в ястребах, иначе она начнет противоречить обществу, и общество тут, мягко говоря, эту власть то ли не сметил. Ну, во всяком случае, у власти возникнут серьезные проблемы. Но в действиях нашей власти этой ястребинности недостаточно. Вот что принципиального. Риторика ястребиная. Прекрасная последняя шутка Зеленского. Шутка у нас замечательная. Даем Белгород подмен наступлением. Отличная риторика. Действий маловато. В том смысле, что на третьем году войны, в конце второго года войны, никаких волонтеров в военно-промышленной сфере быть не должно. Волонтеры – это там вкусности какие-то на фронт привезти, какие-то подарки, картинки от детей, концерты какой-то. Это о хорошем настроении. Волонтеры и дроны, понимаете? Дронами занимаются. Волонтеры рассматриваются как народный промысел. Дроны, обмундирование, обмундирование, все эти прицелы, спутники и всякие прочие вещи, которые имеют отношение к вооружению, к ведению войны. Это все государство должно быть. Это все система власти. Государство должно работать на 100%. Первые два месяца, пока государство приходило в себя, ну ладно, волонтеры могли подхватить. Дальше нет. Дальше системная менеджерская работа. Этих беспилотников не сотни штук типов должны у нас возникать, производиться, и надо действительно там собираться, обмениваться опытом, чтобы понять, а как это все работает. Да нет. Десять типов беспилотников, которые стандартизованы, выпускаются всеми, кто угодно, но по четкому, по четкому техническому заданию, которое утверждено. И тогда их легко очень заменять. Тогда в войсках не надо ничему особенно учиться, поскольку управление, интерфейс всех этих беспилотников стандартизован, ну точно как-то управление автомобилем. Мы садимся в немецкий автомобиль, в американский автомобиль, в японский автомобиль, без принципиальных, без специальных проблем. Тут же начинаем управлять. Вот так и должно быть с беспилотниками. Для этого государство должно выработать оборонный заказ, четко сформулировать, что и как должно быть. Тогда они надо будут собираться в Чернигове для обмена опытом, поскольку опыт будет у всех одинаковый. А уж если надо будет о чем-то принципиально поговорить, то ради бога, в Киевском, Днепровском, в каком-то метро или еще где-то на подземном производстве украинском этих беспилотников, которые могут располагаться где угодно по территории. Если шахт у нас... По станции метро Майдан Независимость, если там проходили пресс-конференции президента, какие-то концерты были, перформансы, пожалуйста, отличная площадка. Вадим, самое правильное, чтобы эта выставка и обмен опытом происходили на подземном производстве, украинского производства по изготовлению бронов разных типов. Как этот партон происходит нашего потенциального недруга Ирана? Под землей делают выставки и делегации иностранные туда водят. Это когда опыт врага нужно изучать. Тут именно случай. Александр, а по поводу ястребинности скажите мне, пожалуйста, а вот ремонт дорог в Киеве, строительство стадионов, вот те закупки в системе прозора, уничтожение мафов столицы, какие-то обустраивания клумб, высаживают цветочки. Но это же не про ястребинность, это какая-то вот ослиная, наверное, позиция. И у вас, как у политолога, как у человека, который знает, как необходимо работать, в том числе и с эмоциями людей во время выбора, во время электорального цикла, вот это что? Это делается сознательно, это не сознательно, потому что вот многие диву даются. Я не буду сейчас озвучивать те слова, которые мне говорят мои знакомые, потому что это все необходимо будет запикать. Но что, война закончилась? Потому что вот иностранцы, которые бывают в Киеве, даже вот знаю я таких, которые пишут, ну как-то странно наблюдать, вот столица воюющей страны, вот дороги там, все, а просят собирать деньги там на военных, на одежду, на обувь, на дроны. Как-то что-то не так. Не кажется ли вам? Вот обозначилась необходимость в виде нещодей сугубо украинской категории пернатых политических существ, их придется называть стервятниками. Вот стервятники в большом количестве расплодились, к сожалению, на Украине, они паразитируют, они мародерствуют, они рвут кровоточащее тело Украины, рвут там, ухватывая какие-то моменты, не пытаются обогатиться на этом всеобщем горе, всеобщей беде, беда стала общей мировой, пытаются обогатиться преимущественно не только наши, но преимущественно наши абсолютно беспринципные, циничные уроды. Что происходит? Вот здесь, при всех политических разногласиях, конъюнктурных каких-то делах, конкуренции, которые всегда есть во власти, вот тут полное единство. Обратите внимание, в Киеве, в Киеве же мы знаем, есть противостояние мэрии и противостояние офиса президента, они там друг друга подкидают, там постоянно кличка, то сдвигают, то не сдвигают, он отчаянно борется, и вдруг вот это перекладывание брусчатки происходит абсолютно при молчании офиса президента, при отсутствии какого-либо правления, то есть тут, например, когда бабло, договорились, мэрия и те, кто и кабинет милиса, и офис президента, и Верховная Рада, они тут все оказались в какой-то там, условно говоря, доле, и прекрасно обо всем этом договариваются. Значительно сложнее договориться о совместных действиях политических, организационных, подражении противника, но значительно проще нашим представителям власти, оказывается, можно договориться, о распиле во время войны, и всего, причем это там мотивируется, я вот докладываю циничный съем, заключается, что это мотивируется, что мы же деньги не только себе на карман, мы вообще распиливаем, выделяем эти деньги, то есть это десятая, получаем какие-то там доходы, и эти доходы направляем на какие-то, блин, беспилотники, то ли закупку, то ли производство, типа мы же для богородной денег, у нас же патриотическая коррупция, у нас же оборонная коррупция, у нас победная коррупция, не может быть победой без нашей коррупции, а то есть давайте оправдывать коррупцию войной, мы все для победы делаем, мы воруем для победы, вон племя какой ужасный возраст для власти сформировался, и это сверху смотрят, можно в Киеве, и тут же вся эта лавина посыпалась по областным, там тоже все воруют для победы, чтобы было на что волонтерить и поддерживать вооруженные силы крытых, вместо того, чтобы считать каждую копейку, и каждую личную направлять на нужный фронт в широком смысле, в широком смысле, то есть первую очередь на производство самим того, что необходимо, чтобы меньше зависеть от наших партнеров, спонсоров, которые навязывают политическое условие, так вот у нас вместо этого пошла победно-патриотическая коррупция, которая оправдывается войной и приобретает совершенно невозможные масштабы, я про этого одесского военкома, ну, просто попьющий такой пример, осознаю, что до него был человек, который, вот так, президент Зеленский сказал, из воевавших, прошедших, в хорошем звании, бывший воин-афганец, который вынужден был уйти из армии по здоровью, ну, чтобы вот это его, буквально зауженный, попросил его уйти, чтобы у него там три инфаркта было, чтобы четвертого не произошло, и он работал военкомом в Одессе и не брал, и с ним нельзя было договориться, с колоссальными усилиями его таки убрали, того, который не брал и не хотел работать в этой системе, и назначили того, которого мы сейчас знаем, как испанского военкома, которого не увольняли максимально долго, вот это вот апофеоз, это вот коррупции, когда сознательно убирают честного, прозрачного человека, ставят решаву, делягу, и это распространяется, и потом Зеленский, президент наш, объявляет, что надо всех сместить, и вместо них придут кто? Вот те, которые были раньше, про которых говорили? Нет, придут точно такие же, как подкупную систему, блин, не поменяли, вы живете в той же, коррупционной, административно-командной, чинопочитательской системе, вы не хотите во время войны даже задуматься о том, что эта система... Опять передвигаем мы кровати. Не фиктивно для ведения успешной войны, мы можем выиграть более огромного врага за счет того, что мы будем значительно эффективнее, а эта система, которая у нас, управление страной, неэффективна. И самое главное, какую же картину будущего рисуйте, точно такую же, зачем же надо покевать тогда за точно такую же картину будущего, которая будет бесправная, несправедливая, неэффективная. Вот это меня просто угнетает невозможность. Александр, не только вас это угнетает. По поводу самолетов F-16, давайте вернемся к тому, с чего мы начали наш сегодняшний эфир. Юрий Игнат, напомню, это спикер Воздушных сил, Вооруженных сил Украины, сказал о том, что самолеты F-16 и другие западные истребители способны изменить ход событий на фронте, потому что прикрытие с воздуха является ключом к успеху наземных операций. Министр обороны Дании сказал о том, что есть практическая договоренность, достаточно серьезная, что Украина сможет использовать F-16 исключительно на своей территории. А вот по поводу того, что происходит нынче в России, уже по сути каждый день, каждый день мы это фиксируем, мы это видим, наблюдаем. Вот Москва, Московская область просыпается от взрывов, Министерство обороны Российской Федерации, ведомство Шойгу каждое утро рапортует о том, что территорию атаковали некие украинские беспилотники. Маргарита Симонян уже успела пожаловаться на то, что якобы дрончик упал неподалеку от ее дома, видать, не долетел, но спасибо ей за наводочку, только вот адресок она не оставила, но я думаю, что уже разобрались с ее адресом. Но, вот о чем это может свидетельствовать, опять же, исключительно политически, политологически, ведь давайте не забывать, те выборы Путина и Песков уверял, что ему спокойно нарисуют 90%, но Москва просыпается от взрывов, по Москва-Сити прилетает, в обозримом будущем, скорее всего, еще раз прилетит по Крымскому мосту. Вот ваши прогнозы, самые вероятные сценарии того, как может развиваться внутриполитическая ситуация в России на фоне так называемой СВО? Предосягая против слишком оптимистического представления о появлении натовских истребителей, натовских самолетов в небе Украины, два момента. Россия имеет существенное превосходство в авиационной технике по отношению к Украине, а в начале войны еще большее превосходство было. Вообще Россия не смогла начать ковровые бомбардировки наших городов, ни столицы, ни других городов, именно ковровые, то, что она там творила в Алеппо, в Сирии, поскольку наше ПВО сдерживало российскую авиацию превосходящую и технически, и количественно. Раз. Второй момент. Первые этапы нашего наступления продемонстрировали. Очень совершенные западные танки, леопарды и прочее отлично работают, берегут экипаж, но подрываются на примитивных советских минах, точно так же, как старый советский танк подрывается на этих же минах, то есть орудие разрушения может быть более примитивным по отношению к тому, что он разрушает. Людей этот танк леопард сберегает, но сам-то он выходит из строя. Я к тому, что эти самолеты, если они будут заходить близко к линии боевого соприкосновения, станут мишенями для ударов не очень совершенные, но насыщенные ПВО врага. избивать такие самолеты, это ПВО не очень дырявое, будем честно, но сбивать такие большие цели, как самолеты, оно таки сможет, поэтому эти же самолеты западные будут действовать с большого расстояния, более эффективные и надежные, чем наши самолеты. Наш самолет взлетает 200 км, а это дальность засечения РВС С-200, С-300 в принципе могут доставать на такое расстояние, 200-250 км, он уже мишень. Эти самолеты натовские, во-первых, они менее заметны, во-вторых, они могут действовать с большего расстояния и не подвергаться угрозам, но если они будут приближаться к линии фронта, они окажутся мишенями и их точно так же можно сбивать, как мы сбиваем более-менее совершенные российские самолеты. То есть не надо представлять, что налетели штурмовики и разнесли вот эту линию фронта вражеские. Сразу прискакаем в шапка закидательское настроение, потому что уже не раз мы... Да, вот это серьезным образом усилить наши позиции, особенно при предоставлении дальнобойных крылатых ракет, а дай бог нам здоровья и баллистических ракет, а так МС так и подтянутся за всем этим делом. Ну я вообще большего эффекта жду от кассетных боеприпасов к Хаймарсам значительно эффективнее, побольше кассетных боеприпасов к Хаймарсам, а также гибридные Хаймарсы, которые летят на 150 километров. Поговаривают, есть такое мнение, что как раз кассетные боеприпасы только не к Хаймарсу, а сыграли вот эту ключевую роль в деоккупации урожайного Донецкой области. Это более существенно, авиация нужна, но в первую очередь вот это. Что касается наших беспилотников, просыпающихся в Москве, на выборы российские не повлияет абсолютно. К сожалению, к счастью, это и дело. Прав Песков нарисует, что хотят. Он очень точно сформулировал, аплодирует мысленно. Он говорит, что выборы это просто дорогостоящая бюрократия. Зачем можно просто объявить по телевизору, вообще никаких бумажек не выпуская, никакие урны. Такое впечатление, что сам Песков начал высмеивать не столько выборы, как вот этот процесс, а как выборы Путина, потому что выборы в России, это же вообще фрагмент. Да сразу бы объявили по телевизору, потратили бы вечер, выборы, совмещенные с объявлением и чествовать. И все это подешевле и красивее. Зачем ходить с этими бумажками и лазерскими бюллетенями? Так что не повлияют. Но! Но! Вот тут значительно серьезнее. Во-первых, то, что это летают беспилотники, это гарантированно беспилотники, имеющие отношение к украинскому производству. Либо это полностью нам не сделано, либо это там нами модернизированные старые советские дела. То есть это наши дела. Это наши украинские разработки. Это то, о чем я радовал в самом начале. То есть мы противостоим агрессору за счет собственных каких-то возможностей. И это очень серьезное политико-психологическое воздействие на Россию. Они же все надуты этим перстом, они своей непобедимостью, они своим могуществом убиваются. Они все могут, они могут на УНУ полететь. Оказалось, только полететь и разбиться. Теперь они рассказывали, что у них самое лучшее ПВО в мире, там, С-300, С-400, С-500, дырявое. Вот все у них показное, как выясняется, дырявое, и даже достаточно примитивные конструкции, вроде нашего самолетного типа, медленно, 150 километров, чевавающее по небу, устройство может долететь аж до Москвы, да практически куда угодно, а то, что побыстрее летает, типа переделанных советских стрижей, может долететь до Стрегийского аэродрома и разнестись на фигийский бомбардировщик. Это бьет по имперси, это бьет по внутреннему ощущению величия, а вот когда мы разрушаем вот это, им все сложнее и сложнее воевать, они же знают внутри, что война несправедливая, на чужой территории, захватившись. Недаром же представители российского военно-политического руководства перестали говорить о том, что вот это СВО идет по плану. Да, они же это чувствуют, и они готовы были, ну пускай там они воевали, ну несправедливые, ну там где-то, а нас это не касается, а вот оказывается касается, нагло упадает, по чуть-чуть, а дальше будет больше, когда житель Москвы хочет приземлиться в Москве, летит на самолете, а приземляет его в Минске, потому что беспилотники паражируют над московским Это танго, это не сольный танец, это танго, которое танцует исключительно вдвоем, и то, что случается с одним партнером в кавычках по войне, обязательно случается с другим, ибо война это на двоих, и вот они начинают все больше и больше вкушать пока еще неприятности войны, а я полагаю, что логика развития и к бедам, ужасам, потерям, жертвам войны у них тоже начнет приводить, и вот тогда они почувствуют эту войну на собственной шкуре, вот эта имперскость и готовность воевать у них значительно уменьшится, не потому что экономика, не потому что какие-то морально-этические нормы проснутся, тем не менее, она начнет доставать непосредственно и вера в собственную непогрешимость, неуязвимость и победность у них уменьшится, и вот тут воевать им будет сложнее, скорее всего тогда война пойдет внутрь, почему все там боятся распада, эта энергия войны, она начнет заходить изнутри, они начнут грызться между собой, это обязательно такой процесс, если с нами ничего не могут сделать, энергия войны пойдет внутрь и начнет этот котел разрывать изнутри. А тут на фоне происходящего видный такой российский олигарх Олег Дерипаско и кстати на прошлой неделе ряд российских СМИ писали о том, что планируется его встреча с Путиным, правда не ясно, встречались они, общались, непонятно, вот, туманная история. Так вот, Дерипаско заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже в конце сентября и как раз американская пресса ранее писала о том, что вот в сентябре могут состояться какие-то контакты, правда непонятно на каком уровне, кто с кем и о чем будет переговаривать, будут ли посредники и Дерипаско сказал следующее, что ухудшается финансовая ситуация в Соединенных Штатах Америки, стратегические просчеты политика в Вашингтоне раскачивания напряженности и раскручивания спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым временем ложатся на экономику США, только обслуживание федерального долга в Штатах будет стоить более триллиона долларов в год, то есть смешались все кони, люди, триллион долларов, долг, геополитика, российско-украинская война, плюс еще американские выборы, ну вот цель этого заявления в чем может заключаться и насколько все же вот переговоры, о которых так активно пишет американская пресса, могут иметь место быть и на каком уровне, потому что если мы говорим о зерновой сделке, понятное дело были контакты, остаются контакты в вопросе обмена пленок, но это вообще мировая практика. Все достаточно понятно. Кстати, насчет Дерипаска, не меняется, не меняется шаблон, я давно живу, в Советском Союзе начинал, я постоянно слышу про загнивающие Соединенные Штаты, про падающий доллар, про безумные проблемы в экономике Соединенных Штатов. Это старая методичка, да, такая уже? Я шестерненько лет, как я начал себя там ассоциировать, все это, слушаю про это зактивание, при этом все эти Дерипаски страшным образом стремятся к обладанию максимальным количеством этих никчемных, этих бесполезных, этих вредных бумажек, называемых долларами. Вот странное такое противоречие, да, как-то они даже юанями в меньшей степени пытаются обладать долларами, фунтами и иенами и прочими евро. Это совершенно понятно, то, что они все поют про переговоры, это общий принятый нарратив Кремля, ему нужна передвижка, ему нужны переговоры, ему нужна перегруппировка сил, немножко они начали запускать производство беспилотников, крупную золу, сборку и в Беларуси, и на территории России, и вот это все надо запустить, чтобы продолжить агрессию с новой силой, провести более-менее спокойно с уменьшенным количеством гробов, черных этих мешков, которые идут в России, более-менее спокойно провести мобилизацию и подготовиться, продолжить войну, поэтому все рупоры, которые у них есть, рубят про необходимость переговоров, что уважиться на философию тех самых голубей западных, которые переговоры считают самым главным, что есть. безопасно и можно договориться про большие официальные и неофициальные выгоды. На таких же переговорах можно договориться и о много о чем неофициальном, всякие там уступки, которые не будут публичными. Что касается Украины, я сказал, что наше руководство, высшее руководство, политическое, публичное руководство, вынуждено находится в рядах ястребов, поскольку оно и своими действиями, своими обещаниями, настроениями обществе подперто, что оно должно воевать до победы, во всяком случае, на сегодняшний день. Это такое, я ни в коем случае не говорю, что армия не выполнит приказ о прекращении войны. Нет, ничего подобного. тем не менее, умное настроение общества, они нацелены больше на победу, чем на прекращение войны любой ценой. Соответственно, переговоры о мире, о условиях начала переговоров, переговоры о том, на каких условиях можно начать переговоры, идут постоянно. И идут контакты между спецслужбами Соединенных Штатов и России в первую очередь. в общем-то, неплохо, поскольку это минимизирует шансы ядерной войны, какой-то идиотизма, который может произойти с плохо предсказуемой Россией. Это хорошо, когда такие контакты на достаточно высоком уровне сохраняются. И там, естественно, касаются и условий, на которых могут произойти. На сегодня выработано некое общее мнение, что до конца осени никакие переговоры начинаться не должны, ибо фронт должен показать вот те самые приемлемые, что будем обсуждать. Будем обсуждать очевидно каким-то образом прекращение боевых действий, замораживание, как минимум, линии фронта. Линия фронта должна зафиксироваться. Она все еще достаточно динамична. Есть продвижение, мы атакуем на юге, агрессор пытается атаковать на севере. Динамичные линии. Вот надо до осени, до дождей, до распуть создать возможность зафиксироваться, естественным образом зафиксироваться линии фронта. Это одно из условий переговоров. Переговоры, если будут происходить, то, а, через посредника. На данном этапе трудно представить даже в одной комнате делегацию России и делегацию Украины. Так как раньше было, арахами, и селят, и мединские напротив. Вот это даже трудно представить. Скорее всего, они будут находиться в разных комнатах, и будет некое посредничество, видеосвязь, и покурить вышли, обменялись. То есть, неофициальная часть, куварные такие переговоры, не под камеру, а вместе разговаривали в виде неофициальной части. Но это будет даже не Ермака. Даже не Ермака. Это будет еще немножко ниже уровень со стороны Украины. Это уровень, условно, арахами, который... Аля Гомель, то, что мы видели весной 22-го года. Да, это люди, которые, типа, могут доложить в офис президента, но не занимают никакой должности. То есть, любое их решение является обязательным для Украины. Понятно? То есть, ни премьер, ни спикер, ни даже глава офиса президента, он в других, более обязательных вещах может участвовать. То есть, такие консультативные вещи, но все будет зависеть от того, что произойдет на линии фронта. Пока месяц-полтора для прояснения ситуации есть, еще ничего не решено, но окончательно месяц-полтора для изменения ситуации на фронте есть, и это напрямую повлияет на потенциальную возможность переговоров. То есть, ситуация на фронте как раз и будет определять содержание вот этого переговорного трека? И даже их начало. И характер, о чем разговаривать, и даже их начало. Ну, представим себе хорошую ситуацию, мы такие прорываем в районе Тахмака прорываем там фронт и начинаем двигаться в других местах, на Херсонской области, прорываем фронт, начинаем перелезать, двигаться в сторону Азовского моря, перелезая сухопутный коридор. Да попробуй загони за такие переговоры. Попробуй в таких условиях. Нас будет очень трудно загнать. Переговоры станут неизбежными, если линия фронта зафиксируется и в течение недели никто никуда, даже там Ганна Маля рассказывает, что можно говорить об освобождении трех квадратных километров. Вообще ни о чем. Что такое освобождение трех квадратных километров? Если у нас перемещение все время в теневой зоне происходит туда-сюда, вот примерно такие же цифры. Ничего. Так вот, даже когда про три километра нельзя будет говорить, вот тогда можно говорить, что переговоры обязательно будут. Даже если о них не будут сообщать, это будет означать, что переговоры все равно идут. Эдоний Блинкин буквально на днях госсекретарь США сказал о том, что Путин может согласиться на переговоры, будет готов пойти на какие-то уступки, если он почувствует, что Крым ускользает из его рук. Ну, понятное дело, что огромное политическое значение Крыма, крымского полуострова, все мы прекрасно помним, ту волну победобесия русскую весну, которая имела место быть в 2014 году, но насколько высока вероятность, что Путин будет готов на какие-то там уступки, переговоры, если, допустим, вот случится то, о чем вы говорили, там прорвут в сторону Токмака, пойдут на Мелитополь, откроется дорога на Крым. Если мы будем в преддверии Крыма, то ничего не случится. К сожалению, россияне такие окопались в Чангаре. Вот если мы перед началом войны окопались в Чангаре, как нам это удалось сделать, в Бабдиевке, Марьеке, где за два года полномасштабного вторжения, почти два года, да и раньше там никуда они не продвинулись. Так начиналось, оно на том же мире, так оно и. Вот если у нас в Чангаре были такие же укрепления, то никакая российская армия вторжения этот Чангар до сих пор бы не сумела преодолеть. Так вот, россияне примерно так готовят свои оборонительные укрепления. То есть, для того, чтобы Путин почувствовал, что он теряет Крым, надо оказаться на территории Крыма. Уж я не знаю, что это должно быть. Операция какая, вторжение посухопутное, сухопутное, либо морское. Я не хочу даже теоретизировать. Слава Богу, я не из тех наших начальников, которых появление и парады в Крыму, как вот, теоретизм, когда-то заходил на Туле, и сразу, первым, я вам сказал, что в этом году будем праздновать парад победы в Севастополе. Вот я не знаю, каким образом можно это сделать. Но Путин пойдет на переговоры в том случае, и не потому, что он там почувствует, что Крым мы можем отвоевать, а когда они почувствуют возможный крак своей политической системы, с одной стороны, с другой стороны, Путин-то плох, Путин-то плох, возраст, нервы и все прочее, болезни и все прочее, не делают его более сильным, более политически устойчивым. неудачи на фронте, порождающие напряжение то, о чем мы говорим, внутри российского псевдообщества, это может заставить их идти на переговоры, а о возвращении Крыма будет разговаривать уже не Путин. После Путин, там, коллективное правительство, какие-то условные, говорят, без полигров, неважно, да. Навальный, не Навальный, кто угодно, да, но сам Путин, нет, грубо говоря, ситуации, когда Крым становится предметом разговоров, будет означать, что Путин не живой, ну или там в коме медицинской находится, то есть не функционирует. Ваши коллеги-политологи, аналитики очень часто говорят о том, что судьба войны, она будет решена в 2024 году накануне президентских выборов в СССР. Если честно, вот подобное утверждение у меня вызывает какое-то чувство дежавю, ведь подобное мы слышали после 2014 года, когда те же политологи, аналитики предполагали, что вот, состоятся выборы в Соединенных Штатах Америки 2016 года, и в канун этого события вот что-то возможно решится. Говорят о том, что чуть ли не сценарий расписанный лежит на столе Байдена, на столе Госдепа, и что летом, это все должно закончиться, победой Украины, и вот с этим якобы Байден должен выйти к американскому обществу, и, мол, это та тема, которая позволит ему переизбраться. Если все максимально упрощать и переводить в практическую составляющую, ну, предположим, я гражданин Америки, я живу в Майами, там, время от времени валяюсь на пляже, смотрю в океан, наслаждаюсь хорошей жизнью, ну, вот что мне с этой победой Украины? Ну, что будет важно? То есть, какие-то социально-экономические блага, экономические достижения, материальные, или все же Байден, по сути, выйдет и скажет, вот там кто-то говорил Make America Great Again, так это Make America Great Again сделал я. Вот второй момент значительно принципиальный, хотя и первый момент, материальная заинтересованность тоже присутствует. По порядку, сценарии лежат, сценарии постоянно возникают, постоянно вожатся на стол политических деятелей, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что по миру работают пять мощных проправительственных центров аналитических, которые рассматривают как раз сценарии развития, завершения войны и послевоенного периода. Три из этих центров мощных аналитических работают как раз в Штатах. При этом все сценарии, которые вложатся на стол демократических руководителей, они имеют три составляющие. Наиболее оптимальный сценарий, наиболее пессимистический, наиболее позитивный сценарий, наиболее пессимистический и средний. Он не называется оптимальным, он как раз посередине между ними. Так что одного сценария, что вот это вот победа и вот нам победа на выборах или там победа в Украине, гарантирует победу, такого сценария не бывает. Одного уникального. Всегда есть порядок. Акарабрасия сценария. Туда и сюда. Так вот, Great America, make America great again, да, это тема, которая, как оказалось, сцепляется между Америкой, ее населением и, в общем-то, не считаться с этим возрастом Трампа Байден не может. Трампу так или иначе, если он сумеет хитриться там, просочиться в выборную кампанию, обязательно будет так или иначе использовать, тем не менее, победа Украины будет демонстрировать с одной стороны мощь, влияние, могучее влияние Соединенных Штатов на общие мировые процессы, это будет сначала доминирование, восстановление, доминирование после Второй мировой войны над Европой, это будет серьезным образом демонстрировать американскому обществу, что даже противодействие, мощное противодействие Китая не повлияло на возможности Штатов добиться того, что они считают справедливым, а с другой стороны вот это доминирование Соединенных Штатов над Европой и необходимость в последующем так или иначе так или иначе договариваться, но с позиции силы с Китаем и обеспечивать мир на своих условиях по отношению к России, это означает передел определенный сфер влияния экономических в том числе очень много по бизнесу отойдет Соединенных Штатов и по России в случае развития победного сценария Украины и по Африке придется там поступиться Китаю и сотрудничество европейско-американское тоже в значительной степени видоизменится в приоритетах Америки. то есть здесь победа Украины поддерживаемой Штатами имеет не только геополитическую окраску экономическую в том числе здесь все абсолютно прозрачно но вот только в этих всех сценариях и планах те бойцы на фронте которые сейчас воюют они просто не знают не догадываются от них совершенно не интересуют летит беспилотник или не летит беспилотник интересует какая погода туман не туман что там с видимостью что там со снарядами вот это интересует и это будет все определять умозрительное заключение виртуального мира что-то там где-то написали они во время войны существенно уступают делам небольшим но практическим сорвали такой-то мост вот это практически прорвали такую-то линию обороны захватили такой-то населенный значительно важнее чем все эти сценарии сочиненные самыми головастыми деятелями когда звучат взрывы когда летят ракеты беспилотники я думаю что гражданские украинцы они не думают о выборах в Соединенных Штатах Америки какие-то рейтинги цифры Байдена или Трампа а вот хотелось бы услышать также ваше мнение по поводу той публичной декларации со стороны украинской власти что наша цель это выйти на административные границы 91-го года это предусматривает также и возврат Крымского полуострова ну предположим мы этого добились а выгнали мы короче со своей территории российских захватчиков а вот они со своей территории допустим продолжают направлять Искандеры в сторону Чернигово вот такое в принципе вообще возможно и тогда то что мы отвели войска за границу своей территории но все равно мы подвергаемся ударами со стороны России разве это можно будет назвать победой нет ну этот сценарий маловероятен по всем параметрам выйти на границу 91-го года чрезвычайно затруднительно в нынешних условиях когда мы абсолютно более чем полностью зависим от западной и военной и экономической полностью не забываем что на два трети две трети украинский бюджет без которого не может существовать он наполняется за счет внешних источников ну про военную технику то есть невозможно в этих условиях выйти на границы 91-го года все равно нас будут сдерживать даже там забыли про Россию слишком уж сильная гонорровитая Украина не нужна и в Европе и в общемировом сообществе она будет претендовать на многое с ней придется считаться вот нет сами да за чужой счет чтобы мы заняли серьезные общемировые позиции это невозможно что касается если мы там освобождаем Крым и все такое прочее то нет там уже угроза нападения с помощью эскандеров скорее всего существовать не будет ну естественно нам придется обеспечивать 150-километровую зону чтобы не применялись обычные боеприпасы и в таком случае она должна происходить на территории нынешней России это самое но даже там вхождение наших вооруженных сил в Крым точно вызывает там изряднейшее потрясение и скорее всего там произойдут смены политического политической верхушки и много всяких процессов которые сейчас даже трудно предусмотреть то есть этот полос он обязательно рухнет так же внезапно как рухнул Советский Союз и потерял практически все все в общем мировом геополитическом значении Россия рухнет еще с большим треском по слуху Советский Союз это был конечно посильнее и аппараты космической гуна 9 и все прочее и садились взлетали и привозили грунт они стукались тупой головой о умную поверхность Российская гуна 25 но Советский Союз это рухнет еще с большим грохотом и последствиями поэтому предполагаю что после того как мы отвоюем Крым там все останется по прежнему они будут постреливать нас эскандерами но это не серьезно даже в этом случае если у нас хватит сил отвоевать тот же Крым я на Крыме сосредоточусь это очень такая укрепленная трудно отвоевываем позиция то мы таки будем иметь достаточное количество современных противоракетных и зенитных комплексов чтобы все эти ракеты плюс авиация чтобы все эти ракеты сбивать более того не просто сбивать а еще и уничтожать места их производства все танго война это танго мы наращиваем свои возможности и я могу представить что если это затянется там 24 25 называют а мы будем прилетать военные заводы все нормально Александр в общем и целом мы на пороге грандиозных шухеров в множественном числе безусловно мир меняется нам в этом мире жить но нам тоже придется меняться это сложный процесс нам стране украинскому обществу все меняется меняется политический и экономический аналитик политолог Александр Кочетков был сегодня вместе с нами на Политэк уважаемый Александр огромное вам спасибо за этот разговор за эту беседу и также благодарность всем нашим зрителям слушателям и подписчикам до новых встреч спасибо что вы вместе с нами и берегите себя до свидания